не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристёгивайся садись поудобнее и мы начинаем все это сознание добрый вечер замечательно снова быть с вами я приветствую вас от всего сердца приятно вас видеть приятно слышать вас приятно чувствовать ваш запах наши сегодняшние вечерние занятия мы начнем с чтения из астрова крагиты переводе томаса байрома читает грин чтение есть только один способ принести в мир покой есть только один способ дать себе покой есть только один способ преодолеть проблемы есть только один способ найти себя и этот способ заключается в том чтобы понять что все это сознание что я подразумеваю под этим возьмите все в этой комнате стекло лампы стулья диван ковер свет ваше тело они нереальны они сознание я не говорю что сознание создало эти вещи я не говорю что сначала было сознание а из него возникли эти вещи наоборот я говорю все что кажется возникающим то что вы слышите своими ушами вкус который вы ощущаете собственного ртом то что вы чувствуете своими руками это сознание это не то чем кажется это не двойственность помните то что я пытаюсь донести до вас не сознание мир есть только сознание и вы есть то парадокс противоречие вы парадокс вы противоречие вы не то чем кажетесь вы не то что видите ни одна вещь в этом мире в этой вселенной не является тем чем кажется но как это может быть мы смотрим друг на друга мы видим объекты этого мира мы чувствуем боль мы чувствуем печаль мы чувствуем счастье мы чувствуем радость и все же я говорю что эти вещи не существует существует только сознание вы можете знать это только тогда когда переживете это вы говорите это хорошо для вас роберт но как насчет меня я чувствую мир мне легко причинить боль я чувствителен вещи беспокоит меня я вижу бесчеловечность людей в мире и я плачу я воспринимаю все эти мерзкие вещи происходящие в мире они печалят меня и как вы можете говорить что это не существует как вы можете сказать что есть только сознание когда все эти вещи предстают передо мной каждый день то-то и оно вы должны быть готовы отвернуться от мерзких вещей вы должны быть готовы прыгнуть в себя погрузиться в себя и как-то игнорировать мир на некоторое время это не означает что вы должны отказаться от чего-то это означает что в то время когда вы заняты своими повседневными хлопотами когда вы делаете свою работу в этом мире вы просто должны каждый раз осознавать что все это сознание просто осознавая эти вещи о которых я говорю вы пробуждаетесь вы становитесь свободными просто быть осознавая думая про себя по утрам когда просыпаетесь мне все может казаться реальным но все это сознание все это сознание сознание это пространство чистое осознавание не имеющий предпочтений как вы можете доказать это научно если бы у вас был гигантский электронный микроскоп его поместили под него свое тело то вы увидели бы огромный объем пространства вы увидели бы атомы разделенные огромным пространством если бы вы получили ультраэлектронный микроскоп который еще не был изобретен то вы увидели бы свое тело как чистое пространство там не будет никаких атомов потому что ультраэлектронный микроскоп будет видеть сквозь атом и вы увидите пространство тотальное пространство это пространство является сознанием это касается не только вашего тела это верно и для стула здания дерева цветка животного все это пространство вот почему я говорю так часто мы это не что каждый из нас это не что так что мы это не объекты мы это не один из возможных объектов мы не являемся ничем чем вы могли бы себе представить ваше воображение доходит только до атомов вы знаете о молеку вы идете глубже до атомов чистой энергии найдите еще дальше выйдите за пределы чистой энергии там абсолютное ничто это не что и есть сознание однажды было занятие похожее на это и один ученик сказал учитель я не знаю что вы говорите как все может быть сознанием как все может появиться из ничего это не имеет смысла и учитель указывая на смоковницу сказал своему ученику сходи принеси мне плод инжиры ученик пошел сорвал плод с дерева и принес его учителю тот велел ему разломать вот ученик так и сделал что ты видишь семена принеси мне одно из этих семян ученик повиновался учитель дал ему бритву и приказал разрезать семя это была довольно сложная работа потому что и семя очень маленькая ученик даже пару раз порезал себе палец кровь была повсюду наконец ему удалось разрезать семя учитель спросил что ты видишь сейчас ничего семя полая в нем абсолютно ничего нет учитель сказал из этого ничего происходит вся вселенная и это истина для всего на этой земле в этом мире в этой вселенной все это ничто абсолютно ничего не существует помните я говорил что вещи не появляются и сознание я говорю что все есть сознание вещи не существует людям кажется что вещи существует потому что они видят вещи слышат вещи обоняют вещи трогают вещь чувствует вещь поэтому они думают что живут в материальном мире относительно мне тем не менее окончательная истина заключается в том что все есть оптическая иллюзия подобно змее которая видится в веревки голубизни неба в воде в мираже эти вещи не существует вы такие какими кажетесь не существуете даже простое размышление об этом освободит вас некоторым из вас действительно не нужно делать ничего другого просто учитывайте это обдумывайте это старайтесь понять что на самом деле все это пространство все сознание думайте об этом и пребывайте в покое тогда что-то начинает происходить с вашим умом вы начинаете терять свою я знаю что многие люди говорили вам что вы уже потеряли свою это комплимент вы начинаете терять свою под потерей ума я обычно подразумеваю что одно представление заменяется другим вот тогда кого-то называют умолешен на самом деле просто изменилось представление они видят вещи которых не существует но когда я говорю о потере вашего ума то имею ввиду опустошение ума действительное разрушение ума уничтожение ума совершенное абсолютное преобразование ума не превращайте его во что-то другое даже в религии пытаются медитации сосредоточиться на относящемся к этой религии боги сосредоточиться на чем это не пробудет вас это может улучшить вашу концентрацию чтобы вы стали немного более однонаправленными но тем не менее это не пробудет вас единственный момент когда вы проснетесь это когда ваш ум будет уничтожен не должно остаться никакого ума когда ум разрушается сознание проявляется само по себе по правде говоря вы уже то вы всегда были тем но до тех пор пока вы глядя на свою жизнь продолжаете плакать над пролитым молоком и видите вещи которые расстраивают вас видите вещи которые приводят вас в гнев вещи которые вас беспокоят вещи которые вас раздражают и возбуждают то какая же это трата энергии какая трата времени нет ни одной вещи в этом мире который имел обозначение пока вы считаете что это важно вы никогда не пробудитесь вы не сможете потому что вы пойманы в капкан май вы играете в игру вы по-прежнему вовлечены в вы чувствуете вещи вы реагируете на вещь вы спорите о вещах вы обсуждаете вещь вы все еще не уверен пока вы продолжаете действовать таким образом вы не можете пробудиться просто вспомните о вещах о которых вы думали сегодня только сегодня начиная с момента когда вы проснулись обо всем том что проходило через вашу обо всех действиях которые вы предприняли об эмоциях которые вы испытали о заботах которые у вас были о чувстве печали радость о прочих чувствах все это пустая трата вашей драгоценной энергии это то что сдерживает вас это то что делает вас человеком это то что делает вас мирским от вас зависит понимание того о чем я говорю выполнение программы бездействия вашего ума путем нереагирования когда что-то происходит в вашем уме или вашем мире вы становитесь наблюдателем вы становитесь свидетелем вы не реагируете вы пытаетесь удерживать своем сосредоточенном в настоящем в данном моменте вы не думаете о том что было 10 минут назад о том что было вчера на прошлой неделе прошлом месяц прошлом году или 5 лет назад вы не обдумываете то что кто-то сделал вам 10 лет назад или как вас когда-то видели эти вещи удерживают вас не думайте о том куда вы собираетесь пойти на следующей неделе о том что вы должны сделать в следующем месяце для того чтобы стать просветленным обучить или которому должны поехать в следующем году а книги которые вы должны прочитать на следующей неделе вы не думаете об этих вещах все эти вещи это часть моей они это часть грандиозной иллюзии они тянут вас назад материально некоторые из вас удивляются почему у них не слишком быстрый прогресс духовном путешествии это не трудно увидеть просто взгляните на свою систему убеждений посмотрите как вы живете некоторые из вас боятся изменений вы хотите чтобы ваша жизнь была одинаковой сейчас и навсегда вы знаете что это невозможно если вы боитесь выносить изменения то однажды жизнь сама вытащит коврик из-под вас и вам придется пойти на изменения все вещи которые удерживают вас это ваше одеяло безопасности подумайте об этом что является вашим одеялом безопасности еда противоположный пол или секс что вы предпочитаете или это не секс все эти вещи удерживают вас просто вовлеченность в движении в попытках сделать этот мир более приспособленным для жизни удерживает вас а теперь некоторые из новичков почувствует нечто странное когда я говорю что-то вроде этого потому что вы думаете разве мы не должны помогать миру вы должны выяснить кто вы есть ваша первая основная работа заключается в том чтобы пробудиться и тогда вы увидите хотите ли вы помогать миру какой мир но сначала пробудитесь чем больше вы участвуете в движениях за мир или движениях против движения за мир в том или этом тем больше вас затягивает материальность все это похвальные вещи я думаю что это лучше чем быть грабителем банков так что если вы должны что-то делать то помогайте другим людям в этом нет сомнений но помните истину вы должны сказать я обязан найти себя вы не должны найти себя в ущерб другим это неправильно но вы можете быть сами по себе поймите что это ваша жизнь это не жизнь вашего мужа это не жизнь вашей жены это не жизнь ваших детей это не жизнь вашего родственника это ваша жизнь вы существуете здесь и сейчас что вы делаете с ней как вы можете позволить людям рассердить вас как вы можете позволить людям говорить вам что вам нужно делать принимать решение за вас все ответы находятся в вас но вы должны повернуться внутрь себя вы должны искренне с большой страстью обратиться внутрь и найти себя мир кажется очень сильно люди кажутся очень реальным некоторые из нас всегда кажутся вовлеченными самые разные ситуации тем не менее взгляните на свою жизнь и поймите почему вы вы увлечены честно взгляните на себя не бойтесь увидеть себя посмотрите на то что вы делаете на слова которые вы говорите на свои мысли и вы увидите почему ваш прогресс не слишком значительно итак если вы действительно хотите прогрессировать то вы бросите все мысленно помните когда я говорю о том чтобы бросить все я не имею ввиду что вы должны бросить свою работу переехать в индию перестать читать книги и прекратить смотреть телевизор если вы это хотите сделать то я на самом деле имею ввиду совсем другое я имею ввиду сделать это мысленно оставьте свои реакции на все что происходит в вашем теле и в мире оставьте мир в покое оставьте людей в покое не пытайтесь изменить людей или заставить их увидеть вашу точку зрения нет точки зрения каждая точка зрения неправильно нужно избавиться от точек зрения вы должны искренне хотеть пробудиться я не шучу пробудиться просто вы просто должны умственно все отдать вот и все и учитывать тот факт что все это сознание все любой объект не таков каким кажется это включает и вас есть много людей которые остаются на прежнем пути и они всегда говорят о чем-то находящемся в ней них они пытаются изменить мир они пытаются видеть мир в качестве сознания они не обращают внимание на людей они становятся равнодушными это неправильно вы начинаете себя вы честно смотрите на свои привычки и видите что вы делаете не беспокойтесь о других людях помните что вы создаете других с помощью своего ума каждого кто есть вашей жизни вы создали сами в противном случае откуда они взялись вы творец и все вещи вашей жизни это ваше творение вы сделали это неосознанно кармические вы привлекаете в свою жизнь тех кто сейчас в ней есть вы думаете определенным образом и вы будете привлекать свою жизнь соответствующих людей если ваш ум думает о воровстве если он полон плохих мыслей то вы будете привлекать подобных людей в свою жизнь и тогда вы будете говорить это плохой мир вы не можете доверять никому но этот мир начинается с вас вы должны честно взглянуть на вещи удерживающие вас от вашей собственной реализации и вы должны прилежно начать работать над собой пока не придет время когда вы больше не будете должны делать это мне легко сидеть здесь и говорить что мир не существует ничего не существует но когда вы выходите из этой двери мир ударяет вас прямо в лицо у некоторых из вас депрессия возможно потому что вы должны идти домой одни вы хотели бы иметь отношения некоторые из вас чувствуют себя подавленными потому что у вас есть отношения а вы хотели бы быть одни никто не счастлив каждый думает что что-то не так с его жизнь некоторые из вас находится в депрессии потому что вы не можете получить просветление подумайте о том что вы делаете подумайте о том что вы чувствуете так мы начинаем программу и на своем личном опыте и обнаружил что самовопрошение является самым быстрым способом пробуждения для некоторых людей таким образом вы со страстью увлекаетесь в самовопрошение как я уже говорил раньше это правда что выслушивание этих слов и понимание что все это сознание может пробудить вас но это только если вы готовы под словом готовы я понимаю что вы уже превзошли все то о чем мы говорили все эмоции все страхи все обиды все разочарования если вы уже вышли за рамки этих вещей то это все что вы должны сделать это услышать нужное слово и вы пробуждены но для большинства людей это так не работает поэтому вы должны практиковать какие-то формы садханы самовопрошение оказывается очень полезным вы просто позволяете мысли прийти к вам и вежливо спрашиваете для кого приходят эти мысли кто он думает эти мысли я вы ждете искренне спрашивайте кто я что является источником этого я когда я говорю что вы должны погрузиться в себя то вы погружаетесь в себя именно так часто люди спрашивают как вы погружаетесь в себя вот так вы это и делаете вы спрашиваете откуда я пришел я глубоко глубоко внутри вас каков источник этого я затем мысли снова приходят к вам и вы повторяете то же самое снова и снова кому приходят эти мысли они приходят ко мне кто этот мне что является источником того меня меня и я являются синонимами откуда этот мне пришел вы делать это снова и снова и снова не смотрите на время забудьте о времени нечем беспокоиться проведите время сами с собой большинство людей не способны тратить время на себя многие говорят что ненадолго остаются одни но если вы зайдете к ним домой то увидите что у них включены телевизор радио это все равно что другой человек находится в вашем доме когда я говорю потратить время на себя то имею ввиду провести его в тишине не торопитесь сядьте в кресло наблюдайте свои мысли и начинайте вопрошать кому приходят эти мысли они приходят ко мне я думаю эти мысли кто этот я что является источником я откуда она взялась давайте практиковать это вместе потому что многие из вас говорили что их практика бывает намного успешнее когда мы делаем это вместе устраивайтесь поудобнее лучше если вы закройте глаза это удаляет препятствия не имеет никакого значения сколько раз вы практиковали это раньше всякий раз когда вы это делаете это как впервые это может быть моментом для вашего пробуждения вот почему вы никогда не должны сдаваться просто сидите спокойно не пытайтесь не думать потому что если вы стараетесь не думать то у вас будут мысли от которых вы не сможете избавиться если вы стараетесь не думать то вы будете полны мыслей вы не делаете ничего абсолютно ничего вы смотрите как приходят мысли как только мысли приходят вы мягко спрашиваете для кого приходят эти мысли они приходят ко мне я думаю их кто это я откуда она взялось как она возникла откуда она возникла кто я кто я есть вы остаетесь спокойны мысли приходят снова вы делаете то же самое мягко и спокойно снова 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 и снова так давайте сделаем это и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране и